Пятикратный чемпион Европы, двухкратный серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата мира по пауэрлифтингу. Достижения Александра Колбина можно перечислять долго. Количество его медалей различной пробы давно перевалило за сотню. Александр Колбин начинал со спортивной гимнастики в трехлетнем возрасте. Спустя 13 лет впервые попробовал пауэрлифтинг. С первых же дней уже начало получаться. Начал заниматься в 2002 году, с ноября месяца. И уже в 2004 году я выполнил в феврале мастера спорта России, а уже в сентябре выполнил мастера спорта международного класса. Именно с рассказа о себе и своих достижениях Александр Колбин начал свое выступление. Публика реагировала эмоционально. В зале ребята из лагеря творческого актива. На 41-ю смену съехалось более 130 школьников из Саранска и районов республики. Мне очень нравится, очень интересно слушать такого человека. Потому что не каждый день мы видим чемпионы Европы, чемпионы мира. Это очень интересно. Безумные такие эмоции. Далее речь шла о сдаче ГТУ. Многие ребята, знакомые с комплексом, уже сдавали нормативы, в том числе на серебряные и золотые значки. Алексей Напалков выдержал испытание в этом году. Его награда – значок высшей пробы. ГТУ – это не только отличная возможность проверить свои силы и приобщиться к спорту. Многих мотивируют и другие возможности, которые он дает. Тогда я некоторые виды спорта сдал на серебро. В итоге у меня получилось серебро. Но я готовлю сейчас к ГТО, скорее всего, буду сдавать после 11 класса. Потому что за это дают определенные баллы при поступлении в ВУЗы. Комплекс готов к труду и обороне включает в себя различные испытания. От прыжка в длину до плавания и ходьбы на лыжах. Лучший способ сдать нормативы на золото – систематические тренировки. Пауэрлифтер Александр Колбин провел небольшой мастер-класс прямо на сцене. Активисты Народного фронта акцию ГТО со звездой проводят впервые, однако с большим охватом. К спорту с чемпионами приобщаются 78 регионов. Ольга Данилова, Денис Назрюхин. Народные новости.